SQL? Нет. Python? Нет. Для всего этого у тебя есть аналитик. Мы вырежем этот кусок. Весь продукт-менеджмент, как религия, держится на двух основных понятиях. Сами фреймворки — это и есть ошибка вырежешь. Сначала ты режешь мертвых людей и смотришь, как там все внутри устроено. И здесь я хочу сказать, ой, как удобно. Большую часть времени менеджер продуктов в средних и крупных компаниях не придумывает фичи и такой, а давайте вот эту штуку сделаем. А рассказывает всем окружающим людям, почему мы не будем это делать. Зазор сидит перед тобой. Всем привет и welcome. Сегодня наш подкаст будет полностью посвящен работе над продуктом. У нас в гостях Игорь Седачев, product unit lead в Авито. Привет, Игорь. Привет, Жень. Улыбайся, потому что хочется сказать product market fit. Это более привычно. Ну, надо сказать, что product market fit — это лучше, чем product unit lead. Если есть выбор, надо брать первое. И начинаем мы всегда с такой предыстории. Чем ты занимался до того, как пришел в Авито? Я работал в большой красивой рекламе в агентстве Leoburnet Россия. Отвечал за все диджитал проекты. Я был head of digital projects. И понял, что не хочу больше работать в рекламе, потому что то, что в рекламе тебя должно драйвить, пафос, боль, награды, львы и каннский. Вот вся эта история не очень меня радует, а минусы, соответственно, не компенсируются таким образом. Я решил придумать себе новую работу. И я не знал, кем я хочу быть, когда вырасту из рекламы. И задумался вообще, как это делать. И пошел на карьерную консультацию. На карьерной консультации мне рассказали очень хороший прием. Меня спросили, что ты умеешь делать. Разложи это на отдельные кусочки. Не называй это должностями какими-то. А просто вот опиши, что ты умеешь делать. И выяснилось, что все, что я делал до того, и то, что у меня получалось лучше всего, это примерно называется менеджер продукта. А ты знал, что это так называется? Вообще знал о такой профессии? Из смешного вакансия, на которую я в итоге попал в Авито, открылась до того, как я решил уходить из рекламы и придумал, что я буду менеджером продукта. Я вначале, конечно, ничего не знал. Я знал, что есть классные IT-компании, что тут есть Яндекс. До того, пока я работал в рекламе, я где-то раз в месяцев 7-8 ходил ставить на место самооценку. Я приходил в Яндекс на собеседование, на какую-нибудь позицию, маркетинг, чего-нибудь там, поскольку я из рекламного агентства. Выходил из собеседования с состоянием, что я максимально тупой человек, я вообще ничего не понимаю. Я не понимал, как на вопрос отвечать. То есть вот мне задают вопрос, а я не то, что не знаю ответ, я не понимаю, как слова-то правильно сложить, чтобы форму хотя бы поддерживать. Даже почему? Потому что ты, правда, не знал ответ, и сейчас вот когда у тебя пришло какое-нибудь озарение, ну или приходило постепенно, ты такой, а вот как нужно было ответить на тот самый вопрос, который мне задавали, или это было от волнения просто? Ну, сейчас сложно отвечать, потому что это ретроспективно, я сейчас тут насочиняю, но кажется, что вот IT-компании в частности, как я сейчас веду собеседование, во многом проверяют, как ты умеешь ориентироваться в нестандартной ситуации, и пойди туда не знай куда. А я предполагал, что у меня собеседование больше по хардскиллам, что меня будут спрашивать, как вот это делать, как вот это делать, они будут погружать тебя в ситуацию, когда сначала подумаешь, что тебе надо сделать, а потом уже там реши как. Наверное так, но не уверен. Кстати, мы проводили исследование, мы смотрели биографию и публикации о тебе, у тебя написано менеджер по развитию социального и мобильного маркетинга Лео Бернет Москва. Да, был такой. Мобильный маркетинг нас интересует в большей степени, чем занимался вот именно в смысле мобилки, и что такое социальный маркетинг? Ну, первая моя должность Лео Бернет, ее придумывали неделю специально. Я на неделю позже вышел на работу, потому что надо было в договор, во все там отчетные документы написать, на какой должности я буду работать. И это искусственно сочиненная история. Рекламное агентство занимается всеми каналами. Телевизор, наружка, весь диджитал. Без особого разделения, мобильный, немобильный, десктоп, не десктоп. Поэтому просто вписали разные варианты, поскольку мы делали проекты социальными сетями, мы делали проекты, в том числе, на мобильных платформах, ну, вот так назвали. В итоге это стало называться Digital Project. Просто обобщили. Все понятно. Давай вернемся к твоей карьерному треку. Ты прошел карьерную консультацию. Ты понял, куда двигаться. Она тебе помогла, ты такой, окей, и? Я понял, что надо искать работу менеджера продукта, и я понял, что надо искать это в крупной компании, потому что я не очень ориентируюсь вообще, как все устроено, как нужно правильно работать, как неправильно работать. Мне надо пойти с этим познакомиться туда, где все уже налажено, где есть понятный продуктовый процесс. Я пошел по не такому большому списку крупных компаний. Какие это были? А я откорректно спрашиваю, какие были? Да, ну, я думаю, что, да. Ну, окей. Был Яндекс, был Рамблер еще в тот момент был, который назывался, наверное, Афиша Рамблер. Какие-то годы. Ну, как-то, как какие-то, короче, осколки вот этих всех историй. Был какое-то количество стартапов в средней руке, которых я название уже не помню. В мейл я не хотел уже тогда и не пошел. И вот был Авито. И на самом деле это было достаточно быстро. То есть мы поговорили с несколькими командами в Яндексе, и, по-моему, Авито был третий сначала, и там сразу процесс пошел хорошо, и стало понятно, что можно дальше не распыляться. Окей. Ну, ты так говоришь, вот, исходя из того, что ты рассказал, что никакого продуктового образования ты не получил. Ты получил карьерный буст. Скажем так, не буст, а скорее, ну, какое-то понимание, ясность в том, куда двигаться дальше. А в чем заключалось, как ты подтягивал хардскиллы именно продукта? Потому что, ну, мне кажется, здесь колоссальная разница, и какой-то должен был чудовищный синдром самозванца случиться, нет? Как выяснилось, то, что я делал до того, еще до того, как я пошел в рекламу. А, то есть карьерная консультация тебе как раз показала, что окей. Что вот если это все собрать в кучку, то это в целом похоже на то, что называется словом менеджер продукта. Примерно это состоит из маркетинга, из какого-то общего понимания бизнеса, бизнес-девелопмента, из понимания теха, процессов того, как все это делается руками, и из понимания аналитики. У меня самое сильное всегда был маркетинг и бизнес, потому что весь мой опыт примерно про такие штуки. Я всю жизнь был связан так или иначе, либо как заказчик, либо как проект, либо как вот руководитель проектов с инженерной разработкой, все что называется IT-разработка. И я, ну, плюс-минус понимал в тот момент базовую логику, и на базе нее начал как-то подтягивать аналитику. Это всегда была у меня самая слабая сторона. Ее я вот прям методично как раз точил как хардскил. Все очень часто бывает, когда самая слабая сторона какая-то, она в конечном счете становится самой сильной, потому что ты ее подтягиваешь бесконечно, и на нее обращаешь особое внимание. Не, а у меня так не стало. Так не стало. Я до какого-то минимального ее довел, и понял, что наоборот надо подтягивать сильную, потому что конкурировать так проще. Я вот сказал в интервью, что продакт-менеджер – это очень новая профессия. Это же вообще не так. Вообще не так. Ну, то есть продакт, условно говоря, люди, которые делали вот этот набор действий, были примерно всегда, как только появилось какие-то товарно-денежные отношения. Более-менее в наше современное время у меня любимый пример. Вот есть такой Ли Яковко. Это чувак, который придумал Ford Mustang вообще как сущность. И он выполнил 100% продуктовую работу, которая идеально попала в этот наш любимый продукт-маркет-фит. Потому что у тебя есть поколение молодежи, которая хочет классно выглядеть, им нужна спортивная тачка, у них нет много бабла. И они в целом не вот все про гонки, про результативность. Поэтому мы сделаем им пони-кар, который красивый, классный, замечательный. Поставим-то небольшой мотор, который будет дешевле в продаже и меньше жрать бензина, потому что у них тоже как бы там топливный кризис, вот это все. И с тех пор Ford Mustang, сколько прошло лет? 50, 60, 80-е, не помню точно дата. Это вот продукт, который итеративно много умных людей дальше улучшают. Но по факту чел придумал, вот он. Это как раз идеальный пример менеджеру продукта. Не диджитал совершенно. Абсолютно не диджитал, не было у него такого названия. Он там, я не знаю, кем он назывался в этот момент в компании Ford, но это вот самый яркий пример с точки зрения машин. Какая-то группа людей придумала Volkswagen Golf. Что он должен быть маленький, что он должен быть вот с таким мотором и вот в такую верхнюю ценовую планку. Слушай, а можно ли тогда смотреть на развитие IT и вообще диджитала с точки зрения индустриальной революции? Например, смотреть на 20-е годы, как развивались автогиганты, как развивались даже нефтяные гиганты, и каким-то образом этот опыт заимствовать и считать его релевантным. Слушай, да, можно про это же как раз-таки книжка. Дилемма инноватора Кристенсена, когда он анализирует и в книжке, и у него курс есть отдельный в Стэнфорде, он анализирует разные индустрии, начиная со стеллитейный, какого-то там начала 20-го века, про то, как новые технологии, как вообще компании-инноваторы выигрывают рынок у старых больших гигантов. Этот же принцип можно перенести как раз-таки на IT-компании. Когда появился Google, уже были другие поисковики. Когда появился Facebook, уже были другие социальные сети. То есть вот эти переиндустриальные переходы, как их там правильно назвать, в целом, да. Окей. А я знаю, что ты все-таки проходил курсы продуктовые. Это было уже постфактум. Уже постфактум. То есть ты сначала попал на новый вид, понял, что ага, вот это нужно подтянуть. Да, я понял, как все это работает. Ну как, уж есть такая профессия, прочитал какие-то описания. Понял, что надо на одном языке разговаривать, когда будет интервью. Я прочитал несколько книжек обзорных, типа там Lean, Startup, вот такие все вещи. Посмотрел лекции Яндекса, которые в тот момент уже выложил лекции из школы менеджеров просто на YouTube. И подогнал, ну не то, что подогнал, понял, какой мой опыт, в какие кубики складывается, про что нужно будет рассказывать. И с этим вот пошел на собеседование. И уже когда тебя взяли, уже когда все случилось, ты решил, что надо подтягивать уже по ходу дела какие-то свои скиллы. Как ты думаешь, можно ли идти в таком порядке сначала решить стать продактом, потом пойти, ну как многие делают, пройти онлайн-курсы и получить работу? Я это к тому, можно ли теоретически, получить эти теоретические знания без понимания, как ты их потом будешь практически применять? Ну, на мой взгляд, нет. Мне это повезло в том, что у меня был опыт практически, который так не назывался, но я стартап пытался запускать, что-то даже получалось. Я когда делал проекты, там все равно была часть продуктовой большой работы. Я когда в агентстве Dual Obernet занимался развитием бизнеса, как выяснилось, вот эти все концептуальные штуки, что ты объясняешь клиенту, что мы сделаем вот это, вот для таких людей будет так работать. Это тоже похоже на какую-то часть продуктовой работы. У меня не хватало теории и структуры, вот чтобы это все. То есть я эти книжки читал, чтобы понять, как имеющийся опыт правильно структурировать там и разложить. Если у тебя нет опыта, давай так, если я буду тебя собеседовать, ты будешь хорошо все знать теоретически по книжкам, но у тебя не будет практического опыта, я на собеседование пойму. Дальше вопрос, нужен ли к той компании, куда ты идешь или в той команде. Вот такой великий теоретик без практики. Я слышал где-то в одном из выступлений, ты говорил, что продакт — это такой мини-SEO. И со всеми вытекающим, то есть это такой бизнесмен внутри какого-то компании. Объясни, пожалуйста, как ты это понимаешь и более подробно вот об этом расскажи. Ну, если мы говорим про сферического продукта в вакууме, он скорее такой дженералист. Ты отвечаешь за очень разные, за очень разные, как это сказать, части бизнеса, за очень разные направления. Ты должен уметь работать с инженерами, ставить задачки, понимать, как устроен процесс, достаточно глубоко в это погружаться. Ты должен уметь работать с рынком, с маркетингом, с бизнес-стратегией. И ты должен уметь работать с аналитикой данных и уметь принимать решения на данных. Кажется, что это очень похоже на работу SEO, которая отвечает целиком за бизнес. И он не должен… У него по каждому из направлений есть человек, который разбирается лучше его. У него есть директор по продажам, который продает лучше, чем он. У него есть директор по технической части, который разбирается лучше, чем он. Но он отвечает целиком за бизнес. Он должен всей этой штукой как-то управлять так, чтобы она работала в нужную сторону и денег зарабатывала. Здесь очень похоже. Продакт ничего не делает сам руками. Ну то есть в идеальном каком-то… Начиная от среднего размера компании, когда у тебя уже есть полноценная команда, ты ничего не делаешь сам руками в идеальном сетапе. У тебя всегда есть аналитик, дизайнер, инженеры. Зачем ты это нужен? И ты как раз таки… И как понять, что вообще, как себя идентифицировать? Как понять, что вот я продакт, потому что раз, два и три вот умею? Вот здесь тоже очень такое с идентификацией проблема. Тут скорее не то, что ты умеешь, а то, что ты отвечаешь. Продакт — это про ответственность. Да. Ну на мой взгляд. То есть ты отвечаешь за конечный результат. Ты отвечаешь за опыт пользователя в узком смысле и в целом за бизнес и за то, как этот опыт реализуется, в том числе и в продаже, и в монетизации, в зависимости от того, какая у тебя бизнес-модель. Вот как раз хотел сказать, деньгами измерять эффективность? Если можно домерить до денег, это очень круто. Есть большое количество продуктов, у которых есть великое страдание, что и деятельность до денег нельзя померить. Ну тогда надо выбрать ту метрику, до которой можно дотянуться. Пример приведешь какой-нибудь? Например, даже из своей работы? Ну вот я, например, в Авито до денег в очень малой части своей активности дотягиваюсь. У меня есть часть продуктов, которые монетизируются вот сейчас. И это появилось на, не соврать, на третьем году работы в компании. А до этого я отвечал за аудиторные метрики, за то, как моими продуктами пользуются, как в них возвращаются, и, может быть, как я влияю на метрики уровня компании. Но это тоже там отдельные всякие аналитические приседания и приколы. Ну давай пока обойдемся без этих приколов. Расскажи, как раз мы подошли хорошо к тому, чем ты занимаешься, за какой юнит ты отвечаешь. И, собственно, в двух словах, как это работает? Я в Авито отвечаю за профиль пользователей и за все пользовательское представление на площадке. Надо понимать, что Авито — это классифайт. Мы не маркетплейс, мы не контролируем саму сделку. Сделка происходит за пределами площадки. Есть исключения у нас, есть Авито доставка, но в общем смысле мы все еще классифайт пока. И все риски, которые люди несут с точки зрения обмена денег на товар, они несут за пределами площадки. Максимум, чем мы можем помочь, это сделать их выбор максимально информированным. Объяснить им, что их ждет, и как, соответственно, с этим быть. Я как раз-таки отвечаю за то, чтобы и у частных, и у профессиональных продавцов был понятный образ на площадке, чтобы ты понимал, с кем ты взаимодействуешь. На бизнес это влияет прямым образом, потому что есть огромное количество людей, мы знаем это из исследований, которых дома есть, не знаю, шкаф, который он им не нужен, они его хотят продать дешево за тысячу рублей, просто чтобы забрали. Но как только они представляют себе, что будет после того, как они разместят этот шкаф на Авито, придет человек к нему в квартиру, ударит их ржавой трубой по голове, вынесет все из квартиры. Поэтому шкаф на Авито не размещается. Собственно, моя задача сделать так, чтобы ты понимал, что на площадке такие продавцы и такие покупатели, с которыми ты готов в эту сделку вступать. Это что касается частных пользователей, для профессиональных пользователей мой продукт целиком на территории маркетинга, потому что это создание образа компании. То есть мы позволяем тебе в профиле рассказать про то, как ты ведешь дела, какие у тебя там примеры работ, показать производство, если ты производитель, рассказать о себе, чтобы правильным образом привлечь клиентов и обработать их дальше. Упселл, кросселл, всей вот этой штукой. Профиль — это такая точка сводной информации, которая делает еще много других команд. Мы в этом смысле тоже так занимаемся такой интеграционной деятельностью. То есть есть отдельная команда, которая занимается на первоотзывами, и это суперинтересный, большой, сложный продукт. Есть команда, которая занимается верификацией пользователей различными образами и так далее. Есть наше знание внутри площадки о том, когда ты зарегистрировался, сколько у тебя было айтемов, товаров, которые ты продавал, размещал, которые из них сняты, не сняты. И мы вот в этом во всем объеме информации должны выбрать, что показать. Возможно, ей какой-то информации не хватает, тогда мы либо это сами делаем, либо мы заказываем это еще у какой-то команды. И как это встроится в целом пользование площадки. То есть у нас есть набор пользователей, частные, профессиональные. У них есть какое-то общее взаимодействие с Авито. Вот они ищут товары, решают, надо им это или не надо, по какой цене, в какой момент они принимают решение о сделке. И мы вот своим рассказом о человеке как раз таки встраиваемся вот в это общее использование. И наша задача помочь им и сделать их путь информированным и безопасным. В целом мы, по сути, занимаемся штукой, которая называется social shopping. Мы пытаемся в процесс покупки товара добавить человеческую составляющую и информацию о владельце, продавце и иногда, возможно, производителе. Это важно для Авито, даже, наверное, в большем смысле, чем для маркетплейсов, где преимущественно новые товары, потому что на тот товар, который не новый, на него очень сильно влияет его владелец. Ну, условно, ты покупаешь машину и в какой-то момент ты уже понимаешь, что в целом ты не будешь смотреть на состояние очень внимательно, если ты понимаешь, что продавец адекватный. Не только адекватный, а я бы сказал, если я знаю этого человека. Вот это принципиально важно. Да, например, если ты знаешь этого человека. Тут мы подходим, кстати, к трем видам доверия. Мы для себя поняли, что доверие имеет три основных источника. Либо это твой персональный опыт, то есть ты с кем-то провзаимодействовал, он адекватный. Для этого у меня есть подписки. Ты можешь подписаться на продавца, и если ты хочешь вернуться к сделке к ним еще раз, еще что-нибудь у него купить, вернуться просто проконсультироваться, или ждешь, что он будет поздравить похожий товар, ты можешь подписаться. Второй источник доверия — это мнение большого количества людей. Условно, мнение толпы, но в хорошем смысле. И это делает соседняя с нами команда рейтингов, которую мы встраиваем к себе в профиле. Много людей пользуются площадкой, они до тебя с этим продавцом взаимодействовали. Мы накопили данные, да, мы, соответственно, их выводим. И третий тип — это какие-то внешние авторитеты. Это все типы верификации, которые у нас есть. Мобильный оператор проверил сотовый телефон. Это живой человек, мы видели паспорт. Мы сами можем проверить паспорт. Окей, паспорт выдан государством, это тоже какая-то там часть ответственности. То есть автомобильные права, еще то, что, не знаю, реестр собственности недвижимости или реестр собственности автомобилей. Ну, в общем, все, давай назовем проще, бумажки. Вот вся эта административная штука. Но она не только административная, она бывает еще и частная. То есть, условно, компания Samsung научила тебя ремонтировать машинки Samsung. Я сертифицировал. И выбила тебя сертифицированный ремонтер машинок Samsung. В этом смысле мы, как Авито, ничего не понимаем в ремонтировании машинок, но мы можем сослаться на Samsung, которые люди уважаемые, и таким образом показать эту дополнительную информацию, человеку, который выбирает, у кого чинить машинку. Social Shopping. Ты назвал вот такое определение. Во-первых, это какое-то общее определение, или вы в Авито его используете чисто вот внутри компании как определение? Оно встречается еще где-то там за пределами Авито, но у всех очень разные определения. То есть, это такой очень широкий термин, не пойми, как определенный. Объясни, пожалуйста. Кто-то называет Social Shopping движение социальных сетей больших, как ВКонтакте, Facebook, на территорию маркетплейсов и в целом на территорию торговли. Кто-то называет Social Shopping всю историю с массовыми закупками с организацией, когда вы там в 50-ром скидываетесь, покупаете оптом какую-нибудь штуковину и тем самым получаете оптовую цену. Мы называем Social Shopping тот факт, что на площадке взаимодействуют реальные люди, и нам как раз таки важно показать этого реального человека и дать тебе возможность сделать этот выбор. И это важно, что это выбор не лучшего, а выбор подходящего. У нас на интервью был… Мы тестировали какой-то интерфейс очередной, и мы сделали это на примере выбора автосервисов. К нам пришел реальный пользователь Авито, который на машине регулярно в какие-то автосервисы ездит. И мы сделали как бы хороший с нашей точки зрения интерфейс, где сделали парадный контент. Чистые нашли какие-то фотографии классного автосервиса, там все в форме такие, кофе нарисован, все-все. И он не поверил. Он говорит, ну, такого не бывает, значит, они ничего не делают. Да, да, и против него мы сделали плохо заполненный, с ошибками, там с двумя мутными фотографиями на телефон сделанных, там как масло, тряпки, вот это все. Он говорит, ну, это нормальные пацаны. Поскольку мы делаем продукт для всей страны, есть и те люди, которые поедут в чистый сервис, которые там… Ну, у него еще было сомнение про цену. Он говорит, скорее всего, первые будут дороже. Делает вывод, кстати, на основе контента, а не на основе цены. А вот с этими штуками работы моя задача сделать так, чтобы ты нашел нужного себе продавца или покупателя в некоторых историях, который подходит лично тебе. На самом деле, Авито – это тиндер. Про это никто не знает, мы никому это не рассказываем, но мы тиндер. Мы что делаем? Мы двух людей встречаем где-то в реальном мире с целью того, чтобы они совершили какую-то сделку. Если посмотреть на такие, они риски несут, они абсолютно идентичные тому, что происходит в дейтинге. А у нас просто повод другой. То есть у нас товар какой-то есть в середине, а в тиндере нет товара. То, что ты сказал по поводу соушел-шоппинга, очень похоже про складчину. Что соушел-шоппинг как бы вот чисто на слух, это, ну вот мы вместе здесь шопимся, вот он и соушел получается. То, что ты говоришь, это совсем иначе. Это какой-то уже такой, получается, конструкт, который, ну не знаю, прости господи, эволюционный. Ну, если посмотреть в исторический перспек... А если посмотреть в исторической перспективе, у тебя отдельно всю жизнь были медиа, которые отвечали за информирование, и в них всегда была в том или ином виде реклама, который глобально решал задачку либо рассказать, что есть новая штуковина, которую никто никогда не видал, либо строит тавернос, или что наша штуковина самая лучшая, не знаю, самая дешевая, самая быстрая в твоей там районе улицы города. И отдельно была дистрибуция. Рынок, магазин, большой магазин на главной улице, вот это все. И это всегда были две параллельных задачи. Ты производишь какую-нибудь штуку или там продаешь какую-нибудь штуку, тебе надо здесь дать рекламу, создать про себя знания, создать знания, что ты самый классный, и потом пойти к другим людям и через них это продать. Отдельно дистрибуция, отдельно медиа. Все это естественным образом эволюционировало до того, что медиа стали социальными сетями не в 100%, там куча дисклеймеров, но тем не менее в социальных сетях мы получаем кучу информации. А дистрибуция, это появились маркетплейсы, появились классифайды как авито, которые занимались собственно продажей. И те и другие поняли, что в целом можно посмотреть на соседскую поляну, потому что у медиа куча людей, они знают интересы этих людей, и почему бы нам самим не начать продавать, таким образом получать больше процентов сделки, то есть сейчас мы получаем прибыль только от коммуникации, мы можем еще и получать прибыль от дистрибуции. И в обратную сторону большие, особенно крупные площадки задумались о том, что у нас тоже есть много людей, они точно к нам пришли с нужным интентом, они пришли к нам покупать. И мы можем показать им более релевантный контент. И у нас будет ценнее таргетинг, потому что ты показываешь на медиа всем, кто-то сконвертировался, кто-то не сконвертировался, поменял мнение, ушел, пришел. А здесь все, у меня человек пришел за товаром, он вообще готов покупать. Выглядит вообще идеально, что мы всю медийную составляющую, которая не приносит денег, отметаем и оставляем только то, что приносит, прям генерирует бабло. Да, осталось только это сделать. В итоге компании обоих типов движутся навстречу друг к другу. Соцсети пытаются строить дистрибуцию, есть Facebook Marketplace, есть интеграции ВКонтакте с Юлой, и у них есть собственный функционал объявлений. А Озон, Авито и все наши конкуренты движемся как раз в сторону социальной сети, в сторону контента и обустройства социальных связей. Это еще только движение, потому что как будто бы ты декларируешь соушл-шоппинг, и в нем вот эта соушл-составляющая, я про Авито конкретно, она сейчас страшно недоразвита. Никто друг на друга не подписывается, кажется, потому что подписывается, как ты говоришь, на продавца, который, ну, вроде как, мне понравился, он хорош, потому что он продает книги, например, я постоянно покупаю книги и так далее, и ты скорее не подписываешься на человека, на там какой-то контент, ты подписываешься на уведомления. Ну, при чем здесь соушл? Это было главным моим открытием, когда я начал этим заниматься. В общем, выяснилось, что мы все подписываемся, не на человека, а на какую-то там задачу, которую он для нас решает. Если ты подписан на блогера, он решает тебе задачу поразвлекать тебя, там, стать тебе виртуальным другом, условно говоря, и, возможно, кстати, что-нибудь тебе продает. Он тоже, как медиа, пытается двигаться в сторону дистрибуции. И также на Авито. На Авито, на самом деле, очень развитые подписки на продавцов, и это соушл в том плане, что у тебя есть, социальных взаимодействий, крутой продукт делается поверх тысячелетиями существовавших потребностей, потому что новую потребность делать, ну, капец, как сложно. А это надо эксплуатировать, значит, старое и проверенное. Всю жизнь были вот эти кружки по интересам. Если у тебя старая машина, ты знаешь людей с такими же старыми машинами, которыми можно там спросить про запчасти, про ремонт, где что продается. Если ты коллекционируешь пластинки, у вас есть тусовочка коллекционеров пластинок. Интересно ли тебе, что эти твои коллекционеры пластинок, куда они путешествовали или еще они едят на завтрак? Ну, мне интересно про пластинки, пожалуйста. Какие у них новиночки? Поэтому мы как раз-таки строим всю социальную движуху вокруг товара. Просто мы говорим о том, что товар не существует сам по себе. Хорошо. У вас накопилось, мне кажется, огромное количество данных про пользователей. И вы ими, разумеется, пользуетесь. Пользуетесь, ну, в своих интересах. Ты говоришь, что вы там настроили хороший таргетинг, правильный, естественно, благодаря данным, благодаря тому, что вы понимаете, зачем пришли люди. Грубо говоря, у вас есть огромная база запросов, если говорить верхнеуровнево. Есть ли мне просто сейчас такой интерес, мне любопытно, что ищется интересного, что классно, какие, как вы ставите взаимосвязи, взаимодействия и так далее, как вы вообще вот эти социал-составляющие матчите? У тебя очень хороший вопрос, в котором пять внутри разных. Да. Сразу надо сделать большой дисклеймер про данные, что данные регулируются, законом, большим количеством разных законов, мы не все храним, не все используем и так далее. То есть сейчас ситуация с использованием данных о пользователе очень сильно поменялась, и это тоже надо как-то проговорить вслух. Дальше про поиск. Я ничего хорошего рассказать не смогу, потому что я поиском не занимаюсь. Я могу рассказать… Наверное, там все-таки бигдата, и там в цифрах лучше. Там про другое. Окей. Да, не будем заходить на территорию, да, там, где мы не являемся экспертами. И, соответственно, я могу рассказать про то, как мы работаем, как раз с подписками, как мы там обработываем это знание. У нас был набор гипотез, когда мы это запускали все, и у нас целевой вообще историей для этого всего были родители детей разного возраста. Вот так мы сформулировали наших основных потребителей. Но ведь почти все люди это родители детей разного возраста. Да. Поэтому вы так и сформулировали. Как это работает? Мы знаем, что есть постоянная потребность покупки детских вещей, и есть постоянная потребность продажи детских вещей, потому что дети растут, а вещи некоторые не успевают испортиться. Поэтому есть… Опять же, это существовало там до авида, до интернета, до всех этих историй, есть постоянный поток того, как колясочки из семью в семью переносятся, как там от старшего брата к младшему достаются какие-то игрушки, и оно вот так все путешествует. И это идеальный как раз-таки для нас был тест для того, чтобы смотреть вот на эти социальные взаимодействия. Потому что тебе нужно построить связи, тебе нужно создать эти подписки, чтобы люди нашли друг друга, получали эту информацию, получали эти товары, и в конечном итоге совершали сделки. И мы с этой мыслью жили весь наш тестовый период, пока мы там разбирались, делать продукт, не делать продукт, как мы это все будем реализовывать и так далее. У нас параллельно было два дополнительных сегмента, это как раз-таки всякие коллекционеры и люди с хобби, которых очень много таких маленьких групп. Хобби огромное количество, они все там между собой не крупные, но их много-много разных. И основная была ставка всего на родителей. Мы все успешно запустили, прошли кучу тестов, у нас летит продукт, подписки растут, заходы растут, счастье, радость, удивление. И мы такие, окей, давайте проверим, у нас изначально наши гипотезы вообще сработали, давайте посмотрим на тот тип контента, которым люди вообще обмениваются, на кого подписывают, где как это работает. И тут вдруг, откуда ни возьмись, у меня появляется сегмент краткосрочной работы. Выяснилось, что я сделал продукт, которым пользуется огромное количество людей, которым надо нанимать много промоутеров, специалистов, которые будут там раздавать флайеры и так далее, которые могут быть подменными кассирами, например. На один день, когда заболел, срочно. Да-да-да, потому что как это работает? У них есть группа тех, кто теоретически может работать. И раньше они использовали там группу ВКонтакте, какие-то общие чатики и так далее. И у них есть там запрос, типа завтра в 16 надо выйти на 2 часа туда-то, постоять в костюме бутерброда. И они просто публикуют теперь вакансию, на них подписываются все эти люди, и всем, кто теоретически думает о том, что можно постоять в костюме бутерброда, приходит уведомление. Дальше ты такой, я не могу завтра в 16, ты ничего с этим не делаешь. Если ты можешь завтра в 16, ты тут же откликаешься, все начинает работать. Вот предсказать эту историю изначально, каким-то там анализом великим, ну, наверное, можно было, но нам это вообще в голову не приходило. То есть ты делаешь продукт для родителей, родители им успешно пользуются, нам тоже все хорошо, но параллельно вдруг попадаешь вот в такой. Ну, это классика, согласись. Часто такое бывает, когда вы хотели одно, оказалось, ну, почти много продуктов Инстаграм так родилось. Да, да. И много кто, кроме. Просто самый яркий пример. А что, Авито-работа уже существовала на тот момент? Авито-работа существовала как вертикаль. Мы как раз-таки с этим открытием, знанием пришли к нашему вертикальной команде, да, и начали в том числе затачивать продукт под их потребности. Ну, и чтобы завершить, наверное, блог про соушал-шоппинг, спрошу, куда это все идет? То есть ты сказал, что раньше были социальные сети, маркетплейсы, они пришли, встретили друг друга, получились классифайды в стиле Авито, ну, например, и вот этот самый соушал-шоппинг. Дальше следующий шаг виден или еще пока непонятно? Ну, сует быть спекуляцией сейчас придумывать какой-то следующий шаг, потому что мы вот на запуске отдельных продуктов не можем предсказать, как настоящие люди этим будут пользоваться. А в целом в рамках индустрии все больше начинает задумываться о контенте, все больше контент начинает влиять на выбор. И дальше просто вопрос, в каком конкретной форме это все выльется и как это все будет работать. Давай вернемся к роли продукт-менеджера, на самом деле. Мне это очень интересно. Так вот как-то в процессе ты накидал скиллсы от продукт-менеджера, даже рассказал, чем он занимается и как. У меня очень прикладные вопросы на этот счет. Скажи, пожалуйста, опять же, как человек, который перешел из маркетинга, из рекламы в продукт, что по скиллам по сравнению с другими продуктами? Вот это мне любопытно. Когда ты пришел в команду, обычный трек продукта, ну, ладно, не обычный, а очень часто встречающийся, это аналитика. Ты упомянул, что аналитика это совсем не твоя сильная сторона. Как боролся с этим? Потому что, ну, наверняка у тебя встречается вопрос, когда ты, может быть, даже не знал, что сказать, когда тебе дают какие-то данные, что типа, и что? Ну, я первые, я первые там несколько месяцев, может, наверное, даже полгода жил в режиме студент. Я, значит, участвовал во встречах, там, разговаривал с людьми, кивал головой, потому что, ну, там, за время подготовки слова-то я правильно все узнал основные. И записывал себе в блокноте какие-то непонятные штуки, приходил, гуглил, читал книги. А то есть, если конкретные инструменты, то это сначала вокабуляр выучить? Продуктовый вокабуляр? Мой путь был такой, потому что я понимал, что мне надо пройти собеседование. На собеседованиях ты должен на одном языке хотя бы разговаривать с человеком. И я честно признавал, что я умею делать хорошо, что я умею делать плохо. Это тоже, мне кажется, тоже важный момент, потому что ты все равно, ну, окей, ты обманешь на собесе как-то, все равно придется в реальности что-то делать. То есть, я надеюсь, что мой руководитель, который меня нанимал в тот момент, понимал, на что она вписывается. И, соответственно, у тебя первые там полгода режим бодрости и постоянного погружения, и ты постоянно изучаешь какие-то новые штуки. Очень хорошо, что в Авито выстроено два процесса. Первый процесс постоянного обучения, который такой из кубиков, опять-таки. То есть, понятно, что если тебе не хватает аналитики, то мы прокачаем тебе аналитику. И вторая штука, что мы команды так собираем. Ну, в тот момент из меня собирали команду, но теперь я тоже в этом принимаю участие. Если у продакта слабая аналитика, ему нужен сильный аналитик. Если у человека при этом хороший, там, как у меня, маркетинг и без дев, мне можно давать какую-нибудь более молодую, скажем так, маркетинговую команду, каких-то более молодых людей со стороны маркетинга, потому что я что-то в этом сам еще разбираюсь, могу как-то тоже помочь. У меня был очень крутой первый напарник по аналитике, который постоянно меня подтягивал. И я ходил на курсы, читал теорию. Курсы внутри? И внутри, и внешний. То есть, первый большой курс, который я прошел, был GoPractice, который на самом деле курс аналитики. Его продавил как курс для продуктов, по продукт менеджменту, но это все… Да нет, там написано там продукт менеджмент на основе аналитики данных. Ну вот, возможно. Я думал, что это прям вообще про весь продукт менеджмент, а он весь про аналитику. Окей. Значит, подтягивали и скажи, пожалуйста, сейчас, вот с этим опытом, который у тебя есть, с этим видением, который у тебя есть, с пониманием, как работает, потому что ты по-любому разобрался, идеальный продукт, такой, Игорь Эдишн. А такого нету, потому что это вот сейчас будет продуктовый подход. А какую проблему мы с тобой решаем, Жень? Мы решаем проблему идеального продукта. Я… Он где? В вакууме? Такого не бывает. То есть надо, как минимум, посмотреть на размер компании. То есть идеальный продукт в крупной корпорации, в Гугле, в каком-нибудь, в Фейсбуке, в Яндексе, Авито, наверное, сейчас все-таки не такой большой, как Яндекс, не такой большой, как Гугл, но мы в эту сторону плавненько едем. Идеальный продукт в стартапе в момент масштабирования, когда уже мы понимаем, что у нас есть бизнес, у нас есть клиенты, и нам надо из этого все, соответственно, выстроить какую-то большую штуку. Или идеальный продукт в стартапе. Это три разных человека, они между собой, как правило, незнакомы. Можно я тогда прокомментирую, как я это вижу, и, скорее всего, это неправильно, и ты сразу же скорректируешь. Такое ощущение, что продакт-менеджер, вот этот, который дробь-проджект даже, дробь-маркетолог, дробь-аналитик, вот он, там дроби отлетают по мере увеличения, по мере увеличения масштаба компании. Вот у меня такое подозрение, потому что сначала ты занимаешься примерно всем и должен везде и все всем рассказать, положить, и очень сильно на земле и на цифрах ты. Чем выше, тем ты более дженералист. Ты более там в стратегию, в понимание, а дальше уже и в видение и в уже какую-то совсем перспективу. Вот у меня такое подозрение. Это дилетантская позиция. Ты описал примерно, что человек делает руками, и оно в целом, да, похоже. Но, как я уже говорил раньше, у тебя на всех этих позициях все равно ответственность целиком за все есть. То есть, да, если ты перестал заниматься project management, и тебе вдруг откуда-то снизошла ставка менеджера по проекту, который может за себя все это делать, что тоже удивительное явление. Ты все равно отвечаешь за сроки. А у вас скрам-мастер этим занимается, кстати? У нас product отвечает за то, что все вовремя случилось, и дальше внутри команды можно как-то распределять ответственности. Много проектовой работы делает Team Lead инженеров, и сами инженеры на самом деле. Но в целом, если мы говорим о том, что ты запускаешь свой продукт следующей весной и у тебя должна произойти разработка, маркетинг, какие-то сложные выкатки, партнеры должны что-нибудь сделать, крайне все равно ты. Да, конечно. И поэтому ты в этом смысле опять почему-то похож на SEO и, возможно, на предпринимателя. Поскольку остается та же самая ответственность, то у тебя хард-скиллы, например, project manager заменяются на хард-скиллы человека, который управляет project manager, или там, который работает в паре с аналитиком. Если у меня неправильно почитан АБ-тест, и я его выкатил, все равно это мой косяк. Я не могу сказать, слушайте, я не понимаю в этой вашей аналитике, что там было, вот все, там вопросы. Получается, что возвращаемся к истории, что product это больше не про скиллы, а больше про меру ответственности. Про меру ответственности и про понимание, что ты умеешь делать хорошо, что ты умеешь делать нехорошо, и если ты что-то не понимаешь, как это проверить. То есть получается, универсального, как ты сказал, такого универсального скиллсета product'а не существует. И хороший product это тот, который вот конкретно в продукте, просто он хорошо вписался, и его скиллы очень хорошо подходят вот здесь сейчас. Правильно? Ну, смотри, есть фундаментальные вещи. Например? Весь product management как религия держится на двух основных понятиях. Первое — это то, что мы не эксперты, и нам нужно все тестировать, и мы не знаем, как себя поведут реальные люди. Так. Что на самом деле суперсложно принять в ежедневной работе. То есть ты декларировать это можешь вот в интервью рассказывать сколько угодно, а потом тебе надо делать что-то вот руками, запускать какую-то штуку. Но ты же лучше знаешь, что такая кнопка лучше, чем такая кнопка. Здесь надо показать, а здесь не надо показать. Получается, что ты говоришь о том, что product — это человек без собственного мнения, а его мнение — это цифры. Его мнение — это мнение построить правильным образом продуктовый процесс. Это на самом деле все заимствуется из-за научного подхода. Вот ученый — это человек, у которого есть мнение о том, как надо строить эксперимент. У него есть набор гипотез, и он умеет это хорошо делать, там проверяемо и так далее. Ты можешь верить, что Земля крутится не вокруг Солнца, а вокруг Луны. Но когда ты поставил правильный эксперимент, ты должен признать, что это не так. Тут все наши плоскоземельщики прибегают к нам в комментарии. И это главное, что надо уметь делать, это владение научным знанием, научным методом. И вторая штука, которая дополняет это все, это стремление к максимальной экономии времени и ресурсов. Времени, потому что мы работаем в конкурентной среде, и нашу идею, возможно, кто-то уже придумал и движется в ту же сторону, и просто, если он будет быстрее, он быстрее запустит компанию и быстрее выиграет рынок. А ресурсы, потому что нам надо проверять много гипотез, особенно когда мы на этапе поиска product market fit и когда мы на этапе масштабирования. И все, что можно не делать, надо не делать, потому что ты потратишь время, потратишь ресурсы, в итоге запустишься позже, дороже и так далее. Поэтому здесь баланс. То есть ученый должен доходить до каких-то высоких степеней проверяемости. То есть он должен быть на 100% в чем-то уверен. Лекарства, например, так тестируются, какие-то важные научные штуки, у них нет дедлайнов. Если ты откроешь какое-то свое феноменальное новое явление на год позже, но берегу тебе все равно дадут. А там же еще достаточно все прозрачно, они еще примерно знают, кто из коллег этим же занимается, то есть там достаточно понятная и прозрачная вся история. А продакту надо в любой момент задавать себе вопрос, вот я делаю исследование, какой ответ я хочу получить, какое решение мне нужно принять. Ты в этом смысле такой жадный все время. Ты говоришь, окей, мы сейчас будем делать тест. Зачем? Вот есть тест вот такой или тест вот такой даст результат. Это нам вообще как-то поможет? Если ответ, что это нам никак не поможет, ты не делаешь этот тест. А вокруг тебя куча людей, которые уж книжки умные прочитали, там телеграм-канал подписанный, важный, они такие, все должно быть через тест. И твоя задача держать вот эту ответственность и принимать на себя там удар, все эти разговоры и пропагандировать то, что в каких-то моментах это нужно делать, в каких-то моментах это не нужно делать. Большую часть времени менеджер продуктов в средних и крупных компаниях не придумывает фичи и такой, а давайте вот эту штуку сделаем, а рассказывает всем окружающим людям, почему мы не будем это делать. Почему мы не будем делать фичу, которую придумал человек? Почему мы не будем делать фичу, которую просит клиент, который платит на миллион долларов? Даже если этих клиентов 10. И при том он объясняет не потому, что он так думает, а потому, что он вот там долго-долго проверял и вот почему. Сейчас я вам расскажу, сейчас я вам презентацию покажу. Сейчас я вам покажу или там документ, или презентацию, или на пальцах смогу это все объяснить. И вот из этих двух фундаментальных историй, растут на самом деле все остальные скиллы. То, как что ты должен уметь делать и так далее. То есть почему тебе нужно понимать бизнес-стратегию, почему тебе нужно понимать маркетинг, потому что делаешь все для реальных людей. И люди живые, примерно про это сейчас вся экономика поведенческая последних лет 30-ти, Нобелевки все последние начали давать, то, что до этого экономика считалась, исходя из того, что человек рациональный агент, и ты купишь лучше и дешевле. А мы тут все выяснили, что мы вообще нерациональный агент и принимаем решение черти как. Звучит на самом деле не то чтобы просто, но очень логично и очень хорошо. И самое жуткое в этой истории, что это только звучит так. Что опять же, исходя даже из того, что ты сказал, что чтобы быть качественным продакт-менеджером, нужно получить опыт. Чтобы получить опыт, надо этим заниматься. Вот нету бесшовного флоу, когда ты вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал. Грубо говоря, как в классическом образовании в медицине, возьмем вот так. Ты учился очень долго, ты знаешь, что к чему, ты потом прошел интернатуру, и ты сначала там на одних позициях, потом на других. Вот этот хаос, он немного смущает, честно говоря, потому что у кого бы мы не спрашивали очень часто на конференциях, и все говорят, все просто, тестируйте, есть гипотеза, есть тест, есть результат, основываясь на результатах, вы идете и доказываете все, что может быть проще. Но это не так, это работает совершенно иначе. И у меня даже к тебе сейчас вопроса нет, я жалуюсь просто на самом деле. Нет, ну, кстати, пример с медициной очень хороший. Вот если бы мы смогли придумать, я не очень понимаю в медицинском образовании, насколько я понимаю, сначала ты режешь мертвых людей и смотришь, как там все внутри устроено, и оно все общее у всех врачей. И это вот как раз наш для продакта, это вот базовый научный подход. Условно, все, что мы меньше всего любили в университете. Научная новизна, доказательность. Вот эту чушь, которую пролистывали. Да, да, да. Вот это все фундаментальные штуки, логика базовая, это все самое любимое. Дальше тебя, ты говоришь, окей, я хочу специализироваться там в какой-то штуке, быть каким-то таким врачом или сяким врачом. У продакта все равно могут быть, ну, какой-то тип специализации, опять же, вот в чем ты сильнее, возможно, в какой области ты хочешь работать, там, где у тебя есть какая-то базовая. Даже в вакансиях очень часто пишут, что ты должен быть специалистом хотя бы в одной из областей. Да. И дальше, насколько я понимаю, интернатура, это как раз когда ты условно как-то практикуешься под контролем уважаемых людей. Вроде как ты рядышком стоишь. Да, уважаемых людей. Умеешь шоколы стоять. И вот этого очень не хватает, потому что как попасть в какую-то нормальную компанию, как попасть в большой продукт или в какой-то интересный продукт, ничего ты не знаешь, не умеешь, чтобы стоять рядом и за этим всем наблюдать. Это сложно, потому что когда мы посмотрим на это с точки зрения бизнеса, вот, окей, казалось бы, идеальная ситуация, бесплатные стажеры, бери, ставь вообще, подправляй за кофе. Да. Если ты используешь их не по прямому назначению, то есть не отправляешь их за кофе, а пытаешься что-то из них вырастить, это очень много времени съедает у всей команды. Потому что самое главное обучение, оно в вовлечении. Ты не можешь просто так стоять рядом. Ты должен задавать вопросы, мы должны на них отвечать, давайте что-нибудь попробовать, ты там что-нибудь сделал не так. И после проверять. Нам, как бизнесу, это очень дорого, потому что, как я говорю, мы супер жадные, наши задачи сделать быстрее и дешевле. А пользы в моменте пока ты, естественно, особо приносить не будешь, как стажер. Кофь-машина стоит рядом с рабочими местами, поэтому мы экономим там 10 метров, 10 метров как бы не особо. Вот. И тут вопрос, да, это очень хороший вопрос, нет у него ответа, как вот получать этот практический опыт. Запускать что-то свое. Самое дешевое — пэд-проджекты. Придумал, сделал, попробовал, даже если это все провалилось. Говорят, что на собеседованиях крупной компании опыт провалов даже ценится больше, чем опыт чего-то хорошего, потому что это может быть ошибка выжившего. А опыт провала — это уже точно ты какую-то из этого вынес историю. Да, уже какую-то гипотезу проверил, она точно не работает. Более того, в прекрасных курсах, которые обладают почти безупречной репутацией на рынке Carpov Curses, это курсы по аналитике Анатолия Карпова, там в рекомендациях к обучению говорят, классно, если, ну, идеальная ситуация, вы в компании, вы либо меняете трек, либо решили прокачаться, потрясающе. А хуже, если вы еще хотите попасть, окей, мы вам поможем, но вы должны делать пэд-проект в процессе. То есть у них даже это прописано в рекомендациях, это, наверное, очевидно. Но пэд-проект тоже, мы сейчас это не будем обсуждать, просто тоже штука непростая, далеко не простая. И если ты SEO, грубо говоря, собственного проекта, здесь уже думаешь, а во имя чего я сейчас буду менять там. Если у тебя полетел пэд-проект, счастье, радость и удивление. То есть идеальный пэд-проект, который полетел, это тебя купил Google, либо, окей, у тебя сразу миллиард, ну, как вам, IPO, еще что-то, и у тебя вообще все хорошо. Либо тебя купил Google, ну, это такое общее место на рынке, какой-то крупный стратег. Ну, да. И когда тебя купил Google, ты становишься кто? Ты становишься хедов что-нибудь, купленное Google. YouTube же, по-моему, был отдельный от них, я тебя ничего не путаю. Да, был, был, был. Вот, а теперь есть какой-то хед YouTube, который сотрудник Google. Ну, там уже вроде все поменялось давно уже тысячи раз. Ну, понятно, что все поменялось, но в итоге вот как раз, да, это отличный способ стать менеджером продукта, где-то в какой-то крупной компании, прийти туда, так сказать, с продуктом. Как способ, да, это действительно так. Ты упомянул еще, я не стал тебя обрывать, но очень интересную тему затронул про ожидание реальности вообще в продукте, когда ты сказал в интервью, вот я процитирую тебя там несколько минут назад, в интервью ты можешь рассказывать сколько угодно, как это работает, а руками это работает иначе. Поясни свою мысль подробнее еще и касающийся, потому что, касающийся конкретных фреймворков, потому что мы видим из каждого телеграм-канала, ладно не из каждого, но из множества, что, опять же, о простоте, так сказать, есть гипотезы, ты иди проверяй, цикл хади-проходи, и вот по нему двигаясь, ты будешь классным продукт-менеджером, у тебя метрики будут расти, продукт будет нести очень много. Часто ли ты видишь зазор между практикой, между теорией и практикой? Ну, всегда. Как сказал, да. Я живу, я живу в этом зазоре, этот зазор сидит перед тобой. Мы все в этом зазоре между теорией и практикой на самом деле живем, потому что все фреймворки, которые ты описал, ну и в целом, что такое фреймворк? Это способ записи. Не знаю, давай сравним это с изданием книжки. Вот фреймворк — это то, как у тебя странички там склеены, каким шрифтом все написано, много глав, мало глав. Я вообще не так воспринимаю, извините, конечно, здесь я готов поспорить. Фреймворк — это то, ну, опять же, как я это вижу, если что, поправь, это то, как ты пишешь книгу, то именно в каких рамках ты, ну, в прямом смысле ты ее пишешь, грубо говоря, какими техниками ты пользуешься в написании, ментальными. Я имею в виду, здесь мы не говорим о том, какой ты ручкой пишешь, то я сейчас вот воспользуюсь, например, там сначала сочиню героев, потом сочиню, как они будут, значит, карту нарисую, кто там с кем, кто в кого, и чем это все закончится. Погнали. Вот фреймворк называется там, я не знаю, драфт. Драфт, да, все так. И у кого-то выходит, не знаю, Одиссея, а вот у кого-то, прости господи, Атлант расправил плечи. А драфт-то очень похожий, герои, там, события. Мы не знаем. Мы не знаем, какими они фреймворками пользуются. Нет, ну я к тому, что Атлант расправил плечи. А, ты имеешь в итоге? В итоге, в итоге Атлант расправил плечи, это выглядит как книга. Выглядит. И это даже, когда ты читаешь, там какие-то герои как-то разговаривают. Выглядит как книга. Но это же отвратительно. Звучит как книга. Но не книга. Ведет себя как книга. Ведет как книга. Но в данном случае не книга, да. Есть, и это, мне кажется, очень понятная как раз история, что вот фреймворк — это формат, а то, что ты внутрь этого формата запишешь, это зависит от тебя, и это самое сложное. Да, такое ощущение, что вот следует, может быть, опять же, это где-то есть, но где-то я там не там смотрел, но больше внимания следует уделять не самим фреймворкам и плодить эти фреймворки, говоришь, вот у нас новый фреймворк есть. Давайте теперь вот не метод персон, а метод там каких-нибудь еще. А наполнению, то есть инструкции по применению этого фреймворка. Такое вот ощущение, что сюда больше внимания нужно. Мне нужна футболка с надписью «продуктовый подход». Зачем нам, Женя, нужен фреймворк? Должны мы себе задать вопрос. В моем понимании это коммуникационная... Опять же, поскольку это формат записи в широком смысле, это коммуникационная штука. С кем? Пока, вот, с кем. Во-первых, как любой формат записи, сам с собой. Вот ты думаешь какую-то мысль, тебе ее надо как-то структурировать. Любопытно. Есть люди, которым надо написать на бумажке, есть люди, которым надо поговорить с уточкой. Кому-то расклеить стикеры. Расклеить стикеры, и тут качество, вот зачем тебе нужен фреймворк, вот он тебе помогает, делай, что хочешь. Здесь у нас с тобой совпадение. Я это называю «порядочи мне хаоса». То есть у тебя как-то мысль там вьется, где-то там идет, тебе нужно ее привести в какое-то понятное русло и продуктивное русло для тебя. И здесь мы не можем никак проверить, насколько это хорошо или плохо работает. Но вот оно тебя радует, мы не можем сделать на тебя чистого АБ-теста. Так я, может быть, плохо им пользуюсь, и я очень рад. А как мы это узнаем? Плохо ты им пользуешься или хорошо? По продукту он не полетел. Или ты хочешь сказать, а факторов много? На фреймворк, да, на фреймворк тут не свалить, извини меня. То есть если ты запишешь по-другому, вряд ли это как-то сильно повлияет. Окей. Дальше следующий этап. У тебя есть какая-то команда, ты как-то с людьми взаимодействуешь. И опять-таки формат записи помогает тебе либо донести какую-то свою историю, более понятно, там, до клиентов, до инвесторов, до инженеров, еще до кого-то. То есть в чем хороши любые форматы? Радость узнавания. То есть если ты идешь, не знаю, в какой-нибудь инвесткомитет, где сидят уважаемые люди в костюмах, которые работали в, прости господи, консалтинге, и ты будешь им показывать слайды, похожие на слайды, которые они видели в консалтинге, им будет проще их читать. Это им знакомая штука. Если ты, не знаю, начнешь им рассказывать в танце, информация та же самая. Они потратят время на то, чтобы расшифровать танец. А соседняя команда расскажет по слайдам и, собственно, получит инвестиции. А ты не получишь, потому что они нашли общий язык, а ты не нашел общий язык. Это про коммуникацию. И в этом смысле вот персоны твои, тобой упомянуты. Ну, упомянуты, да. Они, по сути же, заменяют понятный соцдем. То есть ты выходишь и говоришь, мы, короче, ориентируемся вот на 50% таких людей, у которых есть вот такие там-тан-тан-тан-тан-тан. Сложная, непонятная, циферки и так далее. А тут живой человек фоточку моему нарисовать биографию придумал. Да, я согласен. Удобно. Ответ. Качество фреймворка. Если ты хорошо сделал свою работу, ты и в соцдеме ее правильно посчитал, и персоны у тебя верифицированы, и ты как бы уверен в том, что это важно. А если ты плохо сделал свою работу, у тебя и соцдем плохой, ты не знаешь, как это… Ну, там, у тебя фактические ошибки, например. И персоны выдуманные. Да, другой пример. Окей, кстати, насчет выдуманной персоны, это очень хорошо, это очень коррелирует с тем, что я хотел сказать. Персона хороша тем, что есть конкретные инструменты. Есть в фреймворке почти без инструментов. Ну, например, Jobs to be Done. Я имею в виду, у него есть формула, которую можно менять под себя, заявляется в самом фреймворке. Но я ведь могу так поменять, ребята, что этот фреймворк превратится в чудовище. Вот, смотри. И это как раз мы к третьему подходим. К третьей части — это коммуникация внутри команды. Пока ты один менеджер продукта, или пока вас там 10, максимум 20, пока ты можешь со всеми лично поговорить, всех посадить в одну комнату. В целом, ну, выберите какой-нибудь, какой вам нравится. Особо разницы не будет, потому что вы все это обсуждаете, и сразу понятно, что вот пришел там Игорь, принес какую-то гипотезу, забыл контекст, неправильно провел UX, вы это пообсудили, все, Игорь понял, что надо все переделать, ушел, все переделал. Не потерялась эта штука. Как только у тебя появляется много людей, тебе нужно вводить какие-то инструменты управления, тебе надо формализовать коммуникацию, потому что ты с каждым лично уже поговорить не можешь. И ты им спускаешь фреймворк жесткий, который они менять не могут. И в этом смысле ценность каждого отдельного человека снижается, но выстраивается процесс, и появляется ценность процесса. Потому что ты еще, на самом деле, не с каждым поговорить можешь когда-то нанимаешь, поэтому этот фреймворк заезжает еще и в найм, там долгая большая история. И по факту, когда фреймворк, например, в компании утвержден, не знаю, там, CPO или каким-нибудь там советом мудрейших продуктов, его задача упростить коммуникацию двух рандомных людей в команде, которые первый раз друг друга видят. Им надо быстро договориться. Опять же, если вы будете там три недели вести разговоры, мы будем что? Медленнее. Все, мы вам дали ровочку. И тут возвращаемся к истории с продуктами, что он про время и так далее. Да, и так далее. Поэтому опять возвращаясь к тому, что смотря какая компания, смотря какой масштаб, зачем тебе нужен фреймворк. Ты так говоришь, как будто они работают. Ну, работает ли способ издания книги кодекса? Да, работает. Лучше ли книга кодекс, чем книга свиток? Да, читать удобнее. Много ли плохих книг, изданных в виде книги кодекса? Больше, чем хороших. Помимо того, что я сомневаюсь в том, как измерить фреймворки, кроме каких-то, опять же, очень таких кастомных метрик, которые ты сам себе придумываешь и так далее. Ну, вот это эффективно потому, что и дальше можно практически что угодно говорить в зависимости от цели, как ты сказал. И здесь я хочу сказать, ой, как удобно. Все в зависимости от цели. Фреймворки общие, а цели личные. Это очень субъективная штука. Не находишь, что они, их можно развернуть как угодно, просто исходя из того, как ты размышляешь, и вот они так и работают. Ровно обратно. Вот ровно наоборот. Вся вообще деятельность менеджера продукта — это борьба с субъективностью. Своей субъективностью, субъективностью в команде, где угодно. Потому что тебе в итоге надо пойти к живым людям и как-то им этот продукт дать, чтобы они начали им пользоваться. Вообще все равно, как ты к этому моменту пришел. Если оно у тебя хорошо, и ты попадаешь в потребность, и оно хорошо сделано, люди этим пользуются. А если нет, какой бы идеальный фреймворк у тебя не был, как бы ты ни говорил, что все у нас, все классно, вот ты запустил продукт, и у тебя либо есть юзеры, и в идеале монетизация, с некоторыми исключениями, либо нет. А ты не думаешь, что иногда юзеры и монетизация уходят на второй план, и у тебя пелена, у тебя есть понимание, как это должно работать, и ты не можешь избавиться, несмотря на то, что ты говорил, что главная функция product manager — это как раз избавляться от этого. Но люди не могут избавиться от собственных представлений, от картины мира, они не могут уйти. Сейчас ты говоришь, что фреймворк — это и есть. Это самое сложное, как раз-таки уйти от собственной картины мира, и это как раз проверяется экспериментом. То есть если у нас есть два продукта сферических в вакууме, один — собственная картина, и давай представим, что она ложная, а второй что-то кидает в людей и смотрит, как они на это реагируют, очевидно, что у второго продукт будет работать, а у первого — нет. Ну как, первого может повезти. Давай, да, давай. И второму может не повезти. Может не повезти. Но там в общем смысле, пока ты все это не проверил, у тебя может быть какая угодно великая картина. Но он может кидать определенной группе то, что ты говоришь. Ну то есть тестировать на определенной группе нерелевантной. Он считает, что вот у него такие пользы. Он может выбрать не тех пользователей. Он может задать не тот вопрос. Вот в этом я вижу главную проблему, когда считается, что вот есть некий фреймворк, и если ты им нормально пользуешься, то все будет хорошо. Но там на пути реализации этого фреймворка столько проблем, что может быть, ну он как бы разваливается по пути, потому что везде развилка, правильно ли ты задал вопрос, правильно ли ты выбрал аудиторию. А вообще им нужно это с ними говорить? А как ты с ними говоришь? А закрытый, открытый вопрос. И тут начинается очень-очень-очень много проблем, когда ты в конце концов, мы приходим к тому, что да лучше бы этого не было. Просто сделай как вот по наитию, что называется. Вот такое иногда ощущение. Это, кстати, нас отправляет к разговору про оценку качества работы продукта. Кто такой хороший продукт? Потому что пока продукт не выкатился, пока мы его не запустили, мы не знаем, хорошо мы поработали или нет. Мы не можем по процессу никак предсказать результат. То есть есть вероятность, что ты просто по наитию какую-то штуку сделаешь, запустишь, и она полетит. Там можно задать себе 10 вопросов, откуда у тебя это наитие. Ты, скорее всего, в этом варился, у тебя 10 лет опыта в индустрии. Картина мира. Картина мира, кругозор, вот это все. Почему это важно качать? Может быть, тебе просто повезло. Но если мы говорим о том, вообще, зачем нужен весь формализованный продукт менеджмент, мы хотим бизнесы запускать, растить на каком-то масштабе и делать это предсказуемо. Потому что мы хотим строить крупную корпорацию. Большую, эффективную и так далее. И нам нужно вот этот вот процент отказов, процент неудачных запусков снижать. Соответственно, мы и говорим о том, что вся эта штука должна работать так, что она позволяет тебе вот это наитие симулировать и выдавать хороший результат чаще и быстрее, чем если бы ты это делал без исследования. Например, если мы говорим, что нам нужно провести супер дорогостоящие исследования, чтобы оптимизировать себе полпроцента конверсии, и мы сразу понимаем, что лучшее, что нам даст это исследование, мы 6 месяцев будем, не знаю, тест ставить какой-нибудь. Это в прыжке полпроцента конверсии. А делать наши два разных варианта стоит полдня работы. Проще просто сделать и посмотреть, что будет, и не заморачиваться в этот аналитический паралич, потому что это легко, например, откатить эту штуку. В целом принцип какой? Если ты можешь легко откатить решение, то проще протестировать его быстро и дешево. Если мы понимаем, что надо запускать какую-то вещь, которая потом сложно будет отказывать по каким-то причинам, имеет смысл долго анализировать, упарываться, взвешивать риски и так далее. Например, у тебя нет шанса второй раз запустить рейтинги отзыва. Если ты их запустил плохо, ты потерял доверие, и все знают, что на площадке X рейтинг никак не соответствует реальности. Бороться с этим ощущением очень долго и сложно. Поэтому перед этим запуском мы будем много чего-то тестировать, проверять, сомневаться, ходить в какие-нибудь легионы небольшие и смотреть, как это работает. С другой стороны, если у тебя история про то, как условный, харизматичный пример про цвет кнопки, ну перекрасит ее уже и все. Опять же, при найме, когда ты видишь, как люди, великолепно люди рассказывают, и в компаниях все выстроено, все хорошо, но почему-то не летит. Почему же не летит-то? Найме — это отдельная боль и страдание, про нее можно отдельный подкаст писать. Потому что сам себе фреймворк не несет никакой ценности. Он не хороший и не плохой. Им надо уметь пользоваться. И самое главное, где ты берешь информацию, которую ты туда кладешь, как ты ее интерпретируешь. То есть если у тебя идеальная форма, но фиговое содержание, тебя это не спасет. Сам себе фреймворк никому не нужен. Пиши просто на салфеточке, как тебе в голову придет. Если ты хорошо нашел людей, правильно, если ты правильно нашел боль, проблему и сделал хороший продукт, оно полетит. Как правило, если мы посмотрим на компании в состоянии стартапа, там же хаос, беда, печаль, все бегают по потолку, и возможно что-то получается. Не знаю ни одного стартапа, где сразу состояние двух первых трех сотрудников, у тебя выстроены процессы, фреймворки, вот это все. Вы мечетесь несколько лет из стороны в сторону, потом вдруг оно как-то само начинает расти, к вам идут люди, начинают вам платить деньги, хотя у вас чудовищный продукт. Но вы нашли такую боль, за которую они готовы пробираться через ваши ошибки, через ваши косяки, просто возьмите мои деньги и давайте мы это сделаем. А на этапе масштабирования уже может быть оно как-то тебе там и поможет. Как будто бы, исходя из того, что ты говоришь, сами фреймворки — это и есть ошибка выжившего. Очень может быть, потому что половина фреймворков — это же как мы, откуда мы знаем про большую часть фреймворков? Это вот фреймворк Netflix, а это вот фреймворк Google. И видите, какой… Да, это ровная ошибка выжившего. Гугл стал Гуглом не из-за фреймворка Гугла. Они, скорее всего, придумали его позже, когда кому-нибудь, кто решил медийность себе поднять, надо было книжку написать. Кстати, об этом, о медийности. Это тоже очень интересно, очень интересная тема, отдельная, я считаю, потому что такое ощущение, что такой стартер пак или welcome box любого продукт-менеджера включает в себя телеграм-канал на какое-то количество, значит, подписчиков, и вот ты начинаешь его вести, где совершенно честно говоришь, я от Леджунов сейчас пишу, и начинаешь копипастить вот эту историю. Возможно, это все… Не то чтобы возможно, а я убежден, это не мошенничество. Это раскачка медийности, опять же, потому что очень часто людям говорят, пока вас нет в медийном поле, вас вообще нет. Это вам поможет в дальнейшем построить карьеру. Как ты к этому относишься, когда продукты примерно на каждой второй конференции говорят «Я такой-то, оттуда-то, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я рассказываю про свой опыт, а там про софт-скиллы, про то, как я теперь про вот это и готов делать татуировку, она мне помогает принимать решения». Ну, каждый мальчик мечтает написать роман, издать журнал и открыть бар. Телеграм-канал проходит… Ты говоришь о трех разных мальчиках сейчас. Не-не, один такой вполне себе. Вот телеграм-канал проходит по, соответственно, второму пункту «издать журнал». Мне кажется, это отдельная деятельность, которая никак не связана с основной работой. То есть медийность, ну, в моем понимании, не очень тебе помогает при устройстве в крупной компании. Не помогает, ты считаешь? Ну, вот как я вижу, изнутри процесс найма, нет. Мы не особо на это обращаем внимание. Главное, как ты на секциях себя ведешь, как ты собеседование будешь. 25-тысячный телеграм-канал с огромным прокачанным, там, огромное количество юзеров. Не видим ни в какой момент. Либо тебя советуют, и ты так попадаешь в воронку. А советуют тебя, как правило, коллеги, с которыми ты что-то делал руками. А дальше, как и все. Да, либо ты приезжаешь как-то через резюме, в котором, ну, окей, ты можешь написать, что это 25-тысячный, если не продаешь телеграм-канал как пэт-проект. 25-тысячный, вот, кстати, 25-тысячный людей не могут ошибаться. Ну, они какое целевое действие это совершили? Они подписались только на тебя. Вот тебе, знаешь ли ты что-то. Не чуждая вам целевое действие, кстати. Это да. Ну, так вот. И, короче, для мой взгляд, это отдельная движуха. Есть ребята с хорошими, полезными каналами, есть со спорными, давай назовем их так. И тут оно никак не связано, в общем, с карьерой в корпорациях, насколько я себе это представляю. Это, мне кажется, отдельный способ, ну, как бы, экспертность свою качать. Если ты в какой-то момент думаешь, что вот, а я потом перестану компанию на свою работать и буду консультировать. Или открою свой образовательный курс. Или, собственно, телеграм-канал у меня дорастет до того, что я размещу там много рекламы и буду на это жить. Но с точки зрения какой-то вот прикладной ценности я не умею по телеграм-каналу определять качество, профессионализм Серьезно человека? Не знаю, если перестать ерничать, потому что мы так с тобой начали. Расходимся. Да, тогда расходимся. Нет, так как-то критически относиться, на самом деле, я вижу в этом, отматываем пять минут назад, фреймворк. Фреймворк усвоения собственных знаний, собственного опыта, а точнее, систематизации, категоризации его, когда ты, это такая рефлексия, когда ты излагаешь, ну, это классический метод, напиши это, и у тебя это все уложится, и тебе станет понятнее, или начни учить, и тогда сам поймешь. Вот я в этом вижу вот такой способ самопрокачки, на самом деле. Это не для вас, это даже не для медийности, даже не для карьеры. Это, конечно, очень альтруистично звучит, и как бы, ну, тогда пиши в стол, что тебе мешает. Да, пожалуйста, зачем тебе подписчики-то? Ну, это тоже, это некий, ну, как в Инстаграме, это твое социальное одобрение, что да, ты не идиот, да, все нормально, и более того, то, что ты делаешь, мы за тобой следим, и мы радуемся твоим успехам, а еще черпаем знания благодаря тому, что ты говоришь. то есть, на самом деле, здесь есть какая-то функция вот подписчиков, они тоже нужны. Может быть, но в моем понимании, мы же на там собеседованиях в момент найма смотрим на практический опыт, то, как ты умеешь его описать, опять же, отрефлексировать там и так далее, как ты отвечаешь на уточняющие вопросы, и то, как ты в моменте решаешь задачки, кейсы, и какие-то принимаешь решения. Никто не другой. Если телеграм-канал тебе помогает к этому подготовиться, отлично, никаких вопросов нет. Но я вот там, сколько я провожу, 100 собеседований в год. У меня были, наверное, люди с телеграм-каналом, я просто не готовлюсь, то есть, я перед собеседованием стараюсь не смотреть информацию о кандидате, я стараюсь с чистого листа, чтобы не фреймиться. Удивительно. Наверное, ретроспективно, у кого-то из них и были телеграм-каналы, но это никак не влияло на найм. Точно. Ну, просто потому что ты не знал, поэтому влияло. Да, да. Ты проводишь 100 собеседований в год. Ну, у меня 2 собеседования на рабочей неделе, иногда, когда поток большой, 3, поэтому за вычетом всяких выходных считаю я плохо, как мы выяснили, на неделю 52, плюс-минус валенок. Ну, это колоссально много, на самом деле. Это через тебя проходит, я имею в виду, очень много людей. У тебя есть, получается, данные, ты видишь этих людей, что с рынком происходит. Но у меня более такой прикладной вопрос. Как вы грейдите кандидатов? Отличный вопрос. Вот про это, кстати, можно книжку написать или телеграм-канал завести, потому что это очень творческий процесс. Я умею грейдить, отличать мидлов от сеньоров. Это вот, собственно, позиции, которые перед моей. То есть мидл, сеньор, дальше вот я юнит-лид. У меня, наверное, мой критерий, который вот выработался за все это время, это насколько человек умеет справляться с абстрактной задачей, когда я не говорю тебе, что нужно сделать, а я тебе описываю ситуацию и спрашиваю тебя, что ты будешь делать, и в этот момент тебе надо там самому принять какие-то решения. Вот я делаю вот это, сделаю вот это, на что ты будешь смотреть. А пример можешь привести? Или это все-таки внутренне? Я даю тебе, давай, не, ну давай общий пример, чтобы не раскрывать подробности. Я даю тебе, например, любой там продукт, да, любую какую-то воронку тестовую, оставление отзывов, подписку на продавца, оформление любого заказа. Мы с тобой примерно смотрим, там обсуждаем, какие могут быть проблемы у пользователей, что может пойти не так. И дальше я тебе говорю, давай представим, что ты менеджер продукта, и какие твои первые действия, то есть как ты будешь этот продукт растить дальше. Вот твой там первый день. Это очень широкая задачка. Очень. Такое ощущение, что ответ на нее очень простой. Я не готов сейчас вам ничего сказать. Дайте мне пару дней, и тогда вернемся. Хорошо, что ты будешь делать эти пару дней? Опиши мне процесс. Я уже на собеседовании? Ну, давай попробуем. Ну, я бы, наверное, там, ну, посмотрю, сейчас я мгновенно разволновался. Мгновенно. Потому что нужно отвечать. Ну, наверное, в исследование надо идти. Какие? Хороший вопрос, какие. И надо посмотреть. Во-первых, я слышал, что продукты задают вопрос, чтобы что. Так. Вот. И я задам этот вопрос точно. А где я его задам? Я вам расскажу позже. Ну, наверное, нужно спросить, какие проблемы решает этот продукт. Да? Первое. Вот. Смотрим там проблемы. Опять же, вспоминаем. Я, на самом деле, сейчас просто резюмирую то, что ты мне сказал. и сейчас строю портреты. Ты знаешь, такое адаптация человека. Он строит так, каким должен быть продукт. А мыслить системно. Следовательно, какую проблему основную вообще? Ради чего этот продукт? Узнали. Ради чего? Ты говоришь, что вот ради там, ну, что там. Ну, например, там. Ну, тут в этот момент мы с тобой уходим в обсуждение, как узнать, ради чего мы существуем. Это уже про хардскиллов. Мы не будем тебя так жестко спрашивать на нашем виртуальном собеседовании. Большая часть людей видит перед собой какой-то кусок продукта, видит перед собой воронку и такая, ну, вот, смотрите, вот у нас тут процент нарисовано. Здесь процентов много, здесь процентов мало. Пойдем лечить, чтобы процентов стало больше. Вообще, делаешь вывод, что системности там, точнее, оптика там слишком… Оптика очень прикладная. Прикладная. То есть это скорее middle, чем сеньор, потому что он не задумывается над целью, он не задумывается над тем, соответственно, как он на бизнес влияет, зачем вообще вся эта штука нужна. Дальше мы проходимся по всему процессу Discovery, какие исследования, там, что он делает и так далее, как он умеет ставить задачки. Я в этот момент отыгрываю команду, я могу быть исследователем, инженером, аналитиком. Ты прям так и спрашиваешь, да? Поставь мне задачу. Да, да, да. Ну, то есть вот сейчас с исследованием мы с тобой начали, то есть дальше я бы тебя начал спрашивать, а каких людей они меня звать, а важно ли тебе. Ого. Одинаковые они или разные, а что ты хочешь, чтобы я спросил. А если я после педпроекта и всю жизнь своими руками делал? Ну, книжки-то ты читал? Было. Ну вот. Соответственно, я должен просто теоретически знать, какой вопрос кому про… Да, да, да. И на самом деле я могу задать уточняющие вопросы, достаточно легко понять… Ты выводы какие делаешь из этого? Скажи, пожалуйста, ход твоих мыслей. Опять же, вот ты услышал. Да. Что дальше? Ты такой, ага, ты его куда-то в какой-то категории кидаешь? Да, ну то есть дальше понятно, что есть ли набор каких-то базовых хардскиллов. Есть он или нет? Насколько ты понимаешь все вот эти штуки? Умеет анализировать, например. Да, понимает, что люди живые, понимает, как надо все проводить, там, тесты, как надо ставить себя на роль пользователя, соответственно, не находится ли в ловушке собственного опыта. А вот я делал такую штуку или вот я был клиентом… Это для тебя маркер плохой? Да, это маркер сразу, прям это красный флаг. Опять же, мы говорили про это. Ты с научным подходом, ты не репрезентативен. Была такая футболочка у сотрудников Яндекса когда-то. Надо все проверять. Ты не такой один, а рынок большой. Окей. И это база фундамента. И дальше по тому, как ты решаешь задачки, это, соответственно, распределение сеньор или мидл. То есть вот поскольку ты уже в контексте был, начало твоих мыслей отнесло тебя скорее в сторону сеньора, чем в сторону мидла. Ну, здесь не очень корректно, меня не берем. Просто потому что я долго тебя слушал и, собственно, сходу все понятно. А сеньорами… То есть конкретного скиллсета нету и конкретики… Нет, конкретный скиллсет есть, я не буду тебе рассказывать, потому что мне потом заново все придется придумывать. Предполагается, что эти все задачки человек решает, не зная. Что по джунам, Игорь? Долго мы думали, что джунов не существует. Что джуниор продакт-менеджер это такой единорог, потому что все равно должен быть опыт и все равно, соответственно, ты должен сразу заходить на позицию, например, мидла. Сейчас у нас есть программа стажировок, она называется Bootcamp, и мы, по сути, нанимаем людей на позицию, которая является джуниор-продакт-менеджером, они не занимаются как стажерами, они выполняют полноценную работу продакт-менеджера просто на уровне, соответственно, джуниора. И для нас это как раз-таки способ там расширить воронку и подготовить себе людей, чтобы дальше они уже из нашего контекста и в нашем… В общем, это наша попытка сделать ту самую интернатуру, которую мы обсуждали с тобой где-то в середине разговора. Получается, продакт-менеджменту не научиться без практики, но ведь наверняка есть все равно… Никуда фундаментальное образование не делось. И какое фундаментальное образование… Давай вот так поставим вопрос. А тебя приближает к роли продакт-менеджера? И есть ли такое, которое вот ближе всего находится? У меня супернепопулярный будет ответ. Я много это обсуждал с разными людьми, и у меня какая-то экстремальная позиция. Я считаю, что у тебя к роли продакт-менеджера собственно в любое фундаментальное образование и приближает. Философия. Юриспруденция. Юриспруденция, например. Чем? Как раз-таки научным методом и научным подходом. Там какая-нибудь базовая… Сейчас навру. Базовая математика, как она правильно называется? Там базовая физика. прикладная математика. Прикладная математика. Компьютерная наука. Я, собственно, такого ответа ожидал, что компьютерная наука, прикладная математика, физика, инженерные профессии… Не инженерные, научные. Это те места, где предполагается, что у тебя есть шанс дальше пойти в науку. То есть словно… Вот у меня диплом специалиста по связям с общественностью, и дальше там нет научного трека. Ты либо уходишь в философию, ты либо уходишь в социологию, либо ты уходишь в экономику. В этом смысле, если ты сразу с первого курса занимаешься социологией, экономикой или философией, как широкой научной дисциплиной, на мой взгляд, это эффективнее, потому что это как раз научает тебя тому самому научному подходу, который нам и нужен в качестве базы и фундамента. Выучить фреймворки сильно проще, быстрее, чем выучить вообще научный подход как таковой. То есть кодить не обязательно? Ну, я… Или это я уже сейчас привет из прошлого века тебе передаю, когда было четкое, очень даже стойкое понимание, что продукт-менеджер все-таки должен своими руками понимать, как работает код. Ну, понимать, ладно, ты сейчас скажешь, понимать-то должен, но руками не обязательно. Нет, пройти вот эту… вот этот этап, потому что без него цифровые продукты, ну, совсем ты как будто бы не понимаешь, о чем ты говоришь, не понимаешь, что ты делаешь, ты только так как-то в облаках видишь. Я хотел сейчас сказать, что вот я, например, не умею кодить, никогда этого не делал, но я вспомнил, что я программировал на логомерах, а это объектно-ориентированное программирование. Логомеры — это… Черепашка там такая. Я понимаю, что такое логомеры и черепашка, но я предполагаю, что это в каком-то юном возрасте это делал. В очень юном возрасте. Надо понимать, как это работает. Надо… Короче, как ты получишь это знание, дело твое. На мой взгляд, в хорошем образовании фундаментальном у тебя в том числе есть хотя бы программирование на логомерах и какое-то общее понимание, как вся эта штука сделана. Но это опять же про общее понимание. Ты знаешь, что вот как это работает и все. Ты же можешь знать, как это работает, просто когда рядом стоишь и смотришь, как программируют на логомерах. Просто знаешь, что есть логомеры, есть объектно-ориентированное программирование и вот, значит, поехали. Разве нет? Ну, возможно и так. Тут у меня нет практического опыта. Скорее, знаешь, как интересно посмотреть? Сколько тебе понадобится времени, чтобы разобраться в том и написать какой-нибудь скрипт или написать какой-нибудь кусок кода, вот когда припрет? А ты не кодишь вообще? Нет. SQL? Нет. Для всего этого у тебя есть аналитик. Мы вырежем этот кусок. Все, больше не буду тебя пытать. Мои вопросы закончились. Спасибо огромное, что пришел. Было классно, интересно и содержательно. Спасибо, что позвал. Я так-то проработать могу сколько угодно в режиме радио вещать, так что зови еще. Это круто. Обязательно позовем. В таком случае ставьте лайки, если понравилось это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео нашего канала. И комментируйте, задавайте вопросы в комментариях. Мы с Игорем обязательно придем и ответим на все вопросы. Пока.